Мама Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, услыхав предвыборные речи некоторых кандидатов в президенты России, твердо решила выступить с особо нужной законодательной инициативой. Журналистам Людмила Борисовна сообщила. После того, к чему нас призывал Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его Сталина, я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой, оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма. Не совсем понятно, с какого перепугу оправдание требуется товарищу Сталину, который никем и нигде не был осужден. Нюрнбергский процесс, где выдано обвинительное заключение германскому нацизму, состоялся в 1945-1946 годах. Суда над отечественным коммунизмом, ну или хотя бы над Сталиным лично, несмотря на все старания доморощенных псевдоразоблачителей, не было. А даже если суд состоится, неизвестно, что пропишут в решении суда. Если суд будет справедлив и непредвзят, вердикт вполне может оказаться оправдательным. Анатолий Вассерман когда-то неплохо высказался про десталинизацию. Чем больше текущий цвет нации будет твердить, что при Сталине родина добилась прогресса и величия ценой принесения в жертву цвета нации, тем больше в общественном сознании будет крепнуть уверенность, что текущий цвет нации нужно срочно принести в жертву. Иначе величия и прогресса не дождешься. Количество жертв и бед, случившихся в России во времена либеральной диктатуры 90-х, таково, что любые сталинские чистки на этом фоне практически не видны. При обсуждении законопроекта об этом не лишне помнить. Опасаться, что к власти сегодня придет некий новый Сталин, может только человек про Сталина, не знающий ничего, кроме бредней Солженицына и Сванидзе. Виссарионович был глыбой, человеком редчайших управленческих и интеллектуальных способностей. Рождаются такие крайне редко, к власти приходят еще реже. Там далеко не только по уму отбор идет. Не надо опасаться возрождения Сталина. Вероятность появления еще одного гениального лидера у руля России близка к нулю. Вот новый Николай II, Хрущев, Горбачев или Ельцин. Вот это вполне реальная угроза. Таких у нас пруд пруди. А вот попытки юридически признать коммунистов преступниками и приравнять их к нацистам, приведут к пересмотру итогов Второй мировой войны. А значит, к пересмотру территориальной целостности Российской Федерации. И далее к гражданской войне. Кто и зачем граждан, призывающих к подобному, допускает к управлению страной – загадка.